Привет, друзья! Остался один день до ЕГЭ, и по сети сейчас ходит вариант, о котором все говорят, это прямо самый настоящий, это завтра будет. Ну вот, например, оттуда 15-я задача неравенства, и кто-то уже впал в панику. Кошмар, 15-я задача всегда решал, а тут что-то страшное. Так вот, давайте посмотрим, как решается абсолютно нерешаемая задача. И есть ли тут действительно что-то страшное? Первое, что я хочу показать. Если вы увидели такое неравенство, да и вообще любое практически неравенство, 15-я задача, лучший способ решения – это цепочка равносильных переходов. Не разбрасываем отдельные какие-то компоненты по всему этому листу, на котором вы пишете, опишем неравенство равносильно системе. И в эту систему я сразу пишу область допустимых значений. корень из х-4 значит х-4 больше или равно нуля. Я записала ОДЗ, я это не забыла. И когда это у меня в системе, то я это и не забуду. А потом я смотрю, так, а из чего это неравенство сделано? Корень квадратный умножается на что-то, на какое-то выражение в скобках. Корень квадратный всегда не отрицателен. То есть он не может быть отрицательным, он может быть или равен нулю, или больше нуля. А что будет, если первый множитель, корень квадратный, равен нулю? Мы ноль умножаем на что-то. И вообще, знаете, неважно на что, у нас все равно получится ноль. То есть, если х равен 4, мы получаем ноль в левой части, равен нулю в правой части, неравенство выполняется. Хорошо, второй случай. Пусть корень квадратный из х-4 будет положительным. х не равен 4, а х больше. х больше, либо х больше 4. Тогда плюс, мне нужно умножить на минус, чтобы получилось меньше, либо равно нуля. Ну тогда, конечно, 5 в степени х-3 плюс 6 в степени х-2 минус 40 должно быть меньше или равно нуля. И вот теперь я думаю, так, х равно 4, отлично, это решение. А что делать вот с этим неравенством? То есть, это был первый случай, х равно 4, а второе, рассмотрим систему. х больше или равен 4, 5 в степени х-3 плюс 6 в степени х-2 минус 40, меньше, либо равно нуля. Или даже, знаете, я так могу, я могу 40 сразу в правой части, это все, значит, сумма вот этих степеней меньше, либо равна 40. Ну что же, я смотрю на него, и я думаю, так, основания у меня разные, 5 и 6. И, знаете, выражать, да, 6 как логарифм по основанию 5, 5 в 6 степени я вообще не хочу совсем. Потому что я представляю, что здесь получится, да еще и 40 в правой части, то есть не ноль. И если кто-то подумал о методе замены множителя, о методе рационализации, то это тоже не сюда, у вас вообще-то не ноль в правой части, и ничего вот с этим числом 40 вы не сделаете. Что же еще, на множество я раскладываюсь бесполезно, выражать бесполезно, и вообще что-то мне кажется, что оно аналитически решаться не будет. А что тогда? То есть аналитически я имею в виду, да, бесполезно возводить квадрат, там брать логарифмы, корни извлекать, что-то здесь другое. А что если мы оценим левую и правую части? И смотрите, не зря я написала, что x больше либо равен 4, мы будем оценивать левую и правую части при условии x больше либо равно 4. Почему я прям настаиваю на том, завтра на ЕГЭ, вспомните, что я говорю, что записываем лишение равенства как цепочку равносильных переходов, и вот эту логику не теряем. Я скажу, если x больше или равен 4, то тогда x минус 3 больше либо равен 1, правильно? А x минус 2 больше либо равен 2. Хорошо, а тогда 5 в степени x минус 3 будет больше либо равно 5 в первой степени, то есть 5. А 6 в степени x минус 2 будет больше либо равно, чем 6 в квадрате, то есть 36. О, а у меня здесь плюс. А 5 плюс 36, это 41 больше 40. Значит, что я получила? Я получила, что при x больше либо равных 4, 5 в степени x минус 3 плюс 6 в степени x минус 2 меньше либо равно 40 не выполняется. Значит, что я получаю, что вот эта система не имеет решений. Ура! И я пишу ответ. x равен 4 в первый случай. Будет ли это на ЕГЭ прямо завтра? Я вам не рекомендую надеяться, что прямо вы придете и увидите то же самое. Будьте готовы к неожиданностям. И вот эти вот задачи, о которых я сейчас говорю, я их видела много и у меня ощущение, что это все-таки фейковые задачи, что завтра будет что-то другое. Но не спешите выключать. Сами приемы, которые я показываю, они хорошие, они полезные. И они вполне вам пригодятся в тех задачах, которые вы увидите. Показываю следующую. Это 17-я задача. Все, конечно, ее испугались. Но вот 17-я задача, на мой взгляд, не вполне корректна. И все же, да, как же она решается? А вдруг, несмотря на все заверения Рособранадзора, что ничего не утекало, несмотря на то, что эти задачи как-то вообще странно выглядят, а вдруг это оно? Давайте разберем 17-ю задачу, которая действительно немножко странная, потому что у нее длинные условия и потому что не сразу понятно, какого она типа. В июле 2019 года планируется взять в банке кредит в размере 1 миллион рублей. Условия его возврата таковы. Каждый январь долг возрастает на 5% по сравнению с концом предыдущего года. П 5% и вот как всегда мы решаем задачи на кредит. Мы говорим К1 плюс П сотых. Это 1,05 и напишем прям словами, да, во сколько раз возрастает сумма долга после начисления процентов. Сделаем. Каждый январь долг возрастает на 5% с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга. В 2020, 2022, 2024, тут забавная опечатка, что тоже как-то, да, вызывает сомнения в истинности этого варианта. Ну, там год, да, не 2024, а так, побольше немножко. Но имейте в виду, видимо, что в четные годы нужно выплатить, я напишу, выплаты по 100 тысяч рублей. То есть 100, 100, 100, 100. В остальные годы необходимо выплатить суммы, отличающиеся друг от друга, на 50 тысяч рублей. В 2021 году самая крупная выплата. А, вот давайте мне придет сюда и вставить. 2021 х рублей, 2022 меньше на 50 тысяч, х минус 50. Давайте я напишу так, вот, 1000, 1000 рублей и расчеты в тысячах рублей меньше ноликов писать. 24, 100, дальше получается 2025, да, на 50 тысяч меньше, чем, я 23 забыла, ну вот, вот оно, так. Так, хорошо, сейчас восстановим, 23, да, так, 21, нет, 23, 24, 25, 26, 27, кто это придумал, я не знаю. 24, значит, там 100, 26, 100, а вот 25, еще на 50 тысяч рублей меньше, чем 23, значит, х минус 100. И в 27-м, еще на 50 тысяч меньше, чем в 25-м, х минус 150. Ну и в июле 20, 27-го года, здесь 17, ну ладно, короче, 27-го, естественно. 27-го года сумма долга должна равняться нулю. То есть выплатили и 0, наконец, получили. Какую сумму необходимо выплатить банку в течение всего срока кредитования? Так вот, почему мне кажется, что все-таки задача левая? У вас может быть свое мнение, да, но вот завтра мы все выясним. А потому, что вообще-то, если мы начнем решать ее, как положено, то есть как мы решаем задачи, где известны выплаты, да, задачи на кредиты, мы говорим, первого типа известной выплаты, то у нас получится уравнение, знаете, какое? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь восьмой степени. Пробовала я его упростить, разложить как-то на множество, да ничего не получается, восьмая степень. А что ж такое? Может быть что-то с условием, потому что не бывает же, да, каких-то таких необъяснимых явлений. Может быть в условии что-то не то. И давайте посмотрим. Необходимо выплатить часть долга, нужно выплатить по 100 тысяч рублей, а потом суммы, отличающиеся на 50 тысяч рублей. Если мы говорим, что задача первого типа это выплаты, все, там в восьмой степени ничего не получится. Но если вдруг, да, вам попадется, ну не такая, ну похожая задача, где у вас будут не выплаты, а изменения суммы долга, то все встает на свои места. Тогда все встает на свои места. То есть вот эти вот слова выплаты, да, я не знаю, насколько вот они здесь на своем месте, но если вот эта табличка задает изменения суммы долга, то все в общем неплохо. то есть как меняется долг. И имеется в виду, смотрите, что, да, что, 2020 год долг стал меньше на 100 тысяч рублей, долг стал меньше на х рублей в 21-м, на 100, на х-50, на 100, на х-100, и тогда, да, вот как, да, на сколько каждый раз он менялся. Почему вот у меня такая разница между выплатами и суммой долга, там еще проценты есть, нам надо очень аккуратно с процентами. То есть, если мы эти все сложим, да, то мы получаем сумму долга, которая была в начале. Вот тогда все встает на свои места, и задача решается. Поэтому на ЕГЭ, когда вы увидите задачу, очень внимательно, конечно, читаем условия. И, вы знаете, не надо надеяться, что если вы какой-то вариант заранее увидели, что прямо то же самое завтра и будет, а надо так же действовать. Вовсе нет. Просто читаем условия, просто внимательны, да, и просто разбираемся в решении задачи. А если мы складываем все эти значения, замечательно у нас получается всего, 100 плюс x плюс 100 плюс x минус 50 плюс 100 плюс x минус 100 плюс 100, так, еще плюс x минус 150. Ну, и в общем, и все выплатили, да, и вот она эта тысяча тысяч рублей, то есть миллион долга. Имеется в виду основной долг, проценты здесь не учтены. А вот о процентах мы поговорим, да, чуть позже. Мы сделаем еще одну строчку этой таблицы. И сколько же тогда всего так? Раз, два, три. Эти ушли. И получается раз, два, три, 4х, 4х, 100, 200, 300, 300, 300 минус 300 минус 200, то есть получается плюс 100, это тысяча, и тогда x это 900, да, на 4, 225 тысяч рублей. Вот видите, с корректным условием все бы было на своем месте. Хорошо. x 225 тысяч рублей, то есть уменьшалась сумма долга, ну а что же там с процентами, которые выплачиваются банку. То есть мы можем опять, вот как всегда, рисовать вот эту схему, да, со стрелочками и показывать, где у нас сумма долга после начисления процентов, где у нас сумма долга после выплаты, но можно даже не рисовать схему, у нас уже две колонки есть, а если мы третью сейчас допишем процент банку, да, то есть какой процент при этом начислялся на остаток суммы, какой процент начислялся, и тогда мы узнаем, сколько выплачено. 27-й год x минус 150, а x мы знаем, о, а давайте допишем, теперь мы знаем x, x 225, значит, что у меня там, x минус 50, 175, 125, вычитаем 150, да, значит, 125, 75 осталось, ага, процент. Немножко по-другому мы делаем, потому что если стандартным нашим способом, там уравнение восьмой степени, если мы посмотрим, да, 75, да, 75, 75, а что вот из этого процент банку, значит, это 5 процентов, да, то есть P на 75, хорошо, проценты. Дальше, вот была выплата 100, предыдущая, да, перед ней, значит, что у нас, 75, 175, ага, P на 175, ага, P на 175, 125 предыдущая, вместе получается 300, P на 300, еще 100 прибавляем, P на 400, еще 175, P на 575, то есть проценты банку находим, P на 675, так, еще 225 прибавили, P на 900, то есть, если мы сюда еще вот каждую строчку добавим саму сумму S, то мы получим что? Мы получим, чему равна сумма долга после начисления процентов. Значит, после начисления процентов, еще раз, да, это S умножить на K, то есть S на 1 плюс 5 сотых. S, это сама сумма долга, да, так, давайте так, первый раз, это S, да, на K, это 1 плюс P сотых, вот так мы скажем, да, это после первого начисления процентов, после каждого следующего начисления процентов оставшаяся часть суммы умножается на K. Вот, наверное, и так, да, нужно сказать, хорошо. То есть, что мы сделали? Мы считали, да, именно проценты без оставшейся части долга. Ну, немножко такая странная задача, но это все вот, что с ним можно сделать без уравнения восьмой степени. Хорошо, X мы сделали, а сколько всего выплачено? А всего выплачено банку? Да, всего выплачено, что тело кредита S плюс вот эти все проценты. Давайте считать. То есть плюс P, теперь процент считаем 900, плюс 675, плюс 575, плюс 400, плюс 300, плюс 175, плюс 75. Да, посчитать столбик все-таки придется, но не восьмая, конечно, степень, и получается 1205 тысяч рублей. Честно сказать, не очень мне понравилась задача, задача сильно запутанная, надеюсь, что будет что-то другое. Да, ну, это так вот, да, что да, и такое бывает. Вообще, что хочу сказать об этом варианте, который наверняка вы видели. Вот я отсюда показала 15-ю задачу, показала 17-ю. Я не в восторге, а 17-й, 15-я все-таки, да, вот эта оценка, мы чаще ее не в 15-е, а в параметрах поменяем, поэтому мне и кажется, что она там не на своем месте. Что я скажу об остальных задачах, которые я там увидела? Я скажу, что 13-я задача, тригонометрия, это прямо, вот знаете, вот старая-старая уже, да, и все ее видели на решу ЕГЭ, и все ее много раз решали, и на пробных я ее давала, и в книжке она у меня есть. То есть 13-я старая. Дальше. 18-я задача из того же варианта, тоже у меня вызвало ощущение дежавю, потому что, ну, тоже я вижу на решу ЕГЭ, и что там еще? А, стереометрия была какая-то необычная, и давайте про стереометрию скажу пару слов. Что-то мне в стереометрии там показалось слишком легкой, ну, например, по стереометрии, где она у меня, нужно было доказать, что центр шара, вписанного в правильную пирамиду, лежит на его высоте. Ну, друзья, я не думаю, что будет прямо настолько легко, но если вдруг на ЕГЭ вам попадается задача, где в первом пункте надо что-то вот такое теоретическое доказать, вот, а остальные там еще проще. Почему я говорю, что вариант не настоящий, что такого не может быть? Ну, допустим, у нас есть правильная пирамида в стороны, основания равны, как мне, нет, она мне не нравится, я ее сейчас немножко, знаете, чем мне нравится? У меня боковое ребро закрыло высоту, сейчас ее получше сделаю, вот, вот как-нибудь так, вот точно, чтобы у меня, да, высота вот не закрывалась, да. И вот, да, высота будет. Так, и вот, так. А вот, вот это вполне может быть, да, высотой. Ну, допустим, да, досталась вам какая-нибудь задача на доказательство. Четырнадцатая задача, где первый пункт доказательства. Ну, например, да, что центр шара, вписанного в правильную пирамиду, лежит на высоте пирамиды. Ну, ребята, на что здесь особенного-то? Во-первых, никакой паники. Так, что если вдруг вы решали другие задачи, а попалась на доказательство, ну и что? И давайте рассуждать, да, что такое центр шара, вписанного в пирамиду? Это точка, одинаково удаленная от всех граней пирамиды. То есть, точка О, центр шара, вписанного в пирамиду, это что? Это центр шара, вписанного в пирамиду. И тогда О равна, удалена от всех граней. Я такие очевидные вещи говорю. От САБ, боковых граней, да, СБЦ и САЦ, ну и АБЦ, конечно, да. Одинаковая длина от всех граней. Хорошо, а что такое расстояние от точки до плоскости? Обратите внимание, вот передо мной незнакомая задача. И что я делаю? Я двигаюсь маленькими такими шагами, маленькие ступеньки, да. Я дала определение, что это такое, да. Потом говорю, что такое, значит, равноудалена, да. То есть, одинаковое расстояние от этой точки до каждой из плоскостей. Тогда расстояния, да, от О до этих плоскостей равны, да, тривиальные вещи говорю, равны. Я скажу, расстояние от точки до плоскости. Это что? Это длина перпендикуляра опущенного из точки на плоскость. Там d1 равно d2 равно d3 равно d4, да, и пусть у меня d1 отрезок, да, перпендикулярирую, ну, давайте, там, sbc. То есть, перпендикуляр из точки О на плоскость sbc. Хорошо, и длину вот этого отрезка, да, d1 нужно найти. А вот как мне построить перпендикуляр из точки О, лежащей на высоте пирамиды, давайте у меня sh будет высота пирамиды, на плоскость sbc. Да, тоже стандартная задача из учебника, да. То есть, мне нужен перпендикуляр из точки на плоскость. И если вдруг у вас такой простенький первый пункт на доказательство, вы скажете, что признак перпендикулярности прямой плоскости прямая. Да, перпендикулярно плоскости, если что, если она перпендикулярна двум пересекающимся прямой лежащей плоскости. Написали. Ну, а дальше, слушайте, дальше вы без меня уже все знаете. Давайте берем bc, берем серединку bc, точку m, так, и вот оно, то есть абсолютно стандартная конструкция. Допустим, у меня m середина, bc, давайте еще апофему проведу. О, sm апофема, bc это апофема боковой грани, ну, то есть высота боковой грани. a, m перпендикулярно bc, так, как треугольник a, bc правильный. И вот у меня, смотрите, что получилось. А у меня получилось прям целая плоскость s, a, m, а s, a, m, который вся перпендикулярна bc. Красота. Почему? Потому что bc перпендикулярно двум пересекающимся прямым из плоскости s, a, m. Ну, а если вся плоскость s, a, m перпендикулярна bc, то все, что я в этой плоскости проведу, любая прямая, любой отрезок, будет перпендикулярно bc. Так вот, в этой плоскости s, a, m я провожу отрезок o, k, который перпендикулярен s, a, m. И тогда я получаю, что o, k перпендикулярен s, a, m, o, k перпендикулярен bc, так, как o, k лежит в плоскости s, a, m. Ну, значит, o, k перпендикулярен, чему? Перпендикулярен всей плоскости s, b, c. Потому что двум пересекающимся прямым, лежащим в этой плоскости. Здорово? И длина отрезка o, k, да, и как раз вот отрезок o, k я могу назвать d1, да, и длина o, k как раз и будет расстоянием от o до плоскости s, b, c. А дальше, а я не буду то же самое делать, а я скажу аналогично. Мы скажем, что p, p у меня не было еще, середина a, b, и проведем c, p, и проведем s, p, и точно так же, да, в треугольнике s, h, p из точки o, вот она, опустим перпендикуляр на s, p. То есть аналогично мы действуем, дальше мы понимаем, да, пирамиды-то правильные, все будет хорошо. Из точки o опускаем перпендикуляр на s, p, ну пускай там o, n, например, будет, да. То есть о, n перпендикулярно s, p, это мы сделали в плоскости s, h, p, а где p, это середина a, b. А дальше мы скажем, что, во-первых, треугольник s, h, p и s, h, m равны. Почему равны? Потому что пирамида правильная, да, и потому что оба они прямоугольные, и высота у них одинаковая s, h, p равно h, m. Я скажу по двум катетам. Отлично. Дальше, да, я скажу, что тогда угол h, s, m, угол h, s, m равен углу h, s, p, углы в равных треугольниках, Ну, тогда у меня треугольники n, s, o и k, s, o тоже равны. n, s, o, да, и k, s, o. Почему? Потому что равны они по гипотенузе и острому углу. По гипотенузе и острому углу. Ну, и, наконец, конечно, o, n равно u, k. o, n равно u, k. Да, точка u одинаково удалена от двух боковых граней. Мы скажем аналогично, да, точно точка u находится на таком же расстоянии, равном o, n и u, k от грани s, c. Что мы доказали? Что точка u, лежащая на высоте, равно удалена от трех граней пирамиды. Вообще-то мы решили задачу такую леденькую из учебника от Анасяна. Да, то есть это вообще даже задача не для ЕГЭ, для десятого класса. Так вот, если что-то вдруг, да, неожиданное, на ЕГЭ вам попадется. Самое главное, да, вот. Для чего я показывала эти задачи, которые я считаю фейками? Ничего не бояться, любая задача решается. Любая задача конструируется из знакомых вам элементов, пожалуйста. И вот в ночь перед экзаменом, пожалуйста, не решайте больше задач. Закончите свою подготовку к ЕГЭ так, чтобы отлично выспаться, прийти на экзамен свежим, бодрым, внимательным. Всем желаю удачи и успеха на ЕГЭ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok